убавьте звук ваших телевизоров считалось что как бы все нужно в теплоте своих рук делать примерно около 50 величайшие вот абсолютно без преувеличения величайшие сейчас есть ощущение легкой несвежести можно долго но лучше уже хватит что пьем то друзья я блогер а совещание чтобы не было никаких этих ничего не отвлекало от выпивания это что мы пьем ну хорошо ну давайте друзья давайте не откладывать потому что у нас рабочая атмосфера чтобы никаких не было илье налейте мы на самом деле приехали в карелию 15 минут назад это наши друзья наши хозяева нашего этого тура это игорь зоточкин друг давнишний поэтому его даже как глупо еще как-то представлять но он главный в карели по крайней мере для нас и для тебя илья правда ведь вот поэтому давайте рабочую встречу считать открытой да здравствуйте илья на льну ему и не надо ну давайте в общем здравствуй карель поймал вот но он килограмм на 7 крупной до утки только чтобы его не сожрали это прекрасный рамазан наш друг хозяин вот этой турбазы плотина которая нас встретила настолько гостеприимно что сейчас есть ощущение легкой несвежести нет нелегкой не просто несвежести есть ощущение утренние но зато природа потрясающая здесь вот это вот речка лососинка вон она впадает в онежское озеро правильно и если бы не это речка не было бы города петрозаводска потому что не было бы завода петра также место легендарное скоро здесь будет город сад сейчас рамазан и все восстанавливает эту базу будет сказочный курорт когда мы приедем мазан я умоляю только давай-ка следующий раз мы прям мы не будем столько пить смеется значит не обе значит будем все пока спасибо спасибо любое время вот я знал что этим кончится благодарен вам что выбрали нашу базу спасибо а теперь мы поедем искать новые приключения в кижа все спасибо 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 да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Около 50 лет и ходят так хорошо А в чем разница метеоры и ракеты? Комета имеет морской класс То есть высота волны и выход в море А метеор это чисто озерный и речной А вот по Москве рейки ходит ракета Вы знаете сколько их модификаций? Ракета, колхида, комета, метеор, циклон, валдайк Это только то что я знаю И все они разные Спасательные жилеты находятся в конце вашего салона На вашем салоне находится прогулочная палуба На которой вы можете прогуляться На кормовой палубе кормовая палуба Это самый конец нашей с вами кометы Прогулка строго запрещается Что касается туалета Туалета в корме за прогулочная палуба Не смолитесь Напускайтесь Тоже справа Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Попловок Есть попловок, который сигнализирует поступление воды в трюк И вот сотрясение, он прыгает То есть мы уже привыкли на это внимание не обращаясь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Качается? Чуть-чуть. Еще больше стало качаться. Вот, хорошо. Идеально. Все. Вообще, естественно, это никогда в жизни не готовили на улице. Это все готовится внутри, в избе. Но здесь, если вы говорите, что программа наша съедобная-несъедобная, вот здесь это, конечно, съедобная, но вот это намного более. Поэтому вот этот вид надо есть маленькими чайными ложками. Поэтому мы с Аней будем готовить, а вы смотрите по сторонам. Ну, Жужа будет летать, вам показывать. Это, по утверждению одного человека, это самое красивое место на Земле. Этот человек – это я. Вот он утверждает, что красивее, чем Кижи, нету точки на планете. Поэтому давайте мы на улице с Аней будем готовить, а вы ешьте эту красоту. И блюдо как у нас называется? Сульчин. Это традиционный блин на ржаной муке. Сульчин. А почему, непонятно, почему так называется? Ну, вообще, это традиционное карельское вепское блюдо. А карелые вепсы – это одни из малочисленных народов. Сульчин – блюдо, которое появилось достаточно раньше еще, чем калитки. А калитки, наверное, вам знакомы. А, и мы к Баркалитке. Вот. Поэтому я решила, что нужно узнать новое блюдо. Да. И пусть это будет Сульчин. Причем это блюдо мужской кухни. Со мной этим рецептом поделился еще мой родной дедушка. Что значит, мужской мужчины готовили? Да. Потому что это настолько простое блюдо, с которым можно уйти в лес и приготовить его прямо там, как мы сегодня с вами здесь. Поэтому, может быть, это все и не случайно. А что это за дискриминация такая? Простой мужчина. А вы знаете, что самые главные повара мира? Мужчины. Да. А давайте представим себе, что мы на берегу Онежского озера. Потому что у наших подписчиков такая фантазия, что они могут хрен знает что представить. Даже вот самое немыслимое. Представили? Представили. Так. Для приготовления Сульчин нам понадобится кисломолочный продукт. Сегодня это кефир. Соль. Соль всегда хранили в берестяной посуде. Ну и, соответственно, как бы, да, обычная крупная соль. Ну и, кроме этого, самое главное, то, ради чего мы с вами на севере можем узнать настоящий вкус ржаной муки. Ржаную муку на острове Кижа мы готовим из ржи, которая выращивается прямо на полях на острове. И затем мы ее обрабатываем и подаем на блюдо. А почему вы пшеницу не выращиваете? Потому что условия жизни на севере. И раньше не позволяли сделать так, чтобы хватило времени и созрела пшеница. А что рожь менее прихотливая? Да. Она готова расти в менее прихотливой почве в условиях севера. Это самая лучшая мука. Сейчас самые дорогие виды всех этих макарон, например. Да. И белая мука, это была слишком дорогая. Ее привозили, покупали, да. Именно на север она могла приехать только, если кто-то уехал, да, и привез с собой или купил. Это я все буду делать, да? Давайте будем пробовать. Кефир скрыла донышко. Так. Все, стоп. Ну, две щепотки соли. Так. Данный предмет это рогатка или мутовка. Так. Именно с помощью нее замешивали тесто. Ну, давайте вы добавляете. Да. И делали так, чтобы у нас получилось тесто, похожее на пластилин. Оно должно собраться все в единую массу. Ну, чувствуете, да, насколько замешивается тесто? Тяжелее. Потому, что мука все-таки, она, да, отличается от белой и достаточно грубая. Поэтому, чем крупнее помол, тем будет лучше. Уже уже 6, по-моему, сюда насыпали. Да. Нам нужно сделать единый шарик. Все. Теперь из этого всего собираем единый кусок теста. Все вмесим, да? Все. Да. Вымешиваем теперь тесто. Это же тесто, абсолютно такие же продукты. Готовили и калитки. Первыми калитками в своей жизни мы столкнулись, я тоже помню, в 100 метрах отсюда. Вот туда, вот за ту баньку, где жила баба Маня Мария Петровна. И мы приезжали сюда с Любой Полищук, Сережей Цыгалем и готовили калитки, рыбники. Причем так же. Баба Маня сначала сказала, что за глупости, какая улица, не буду на улице. Но мы его говорили. Здорово. Как мы с Марией Петровной это готовили. Она, к сожалению, ушла от нас несколько лет назад. А мы несколько раз у нее были. И мы были, и Путин у нее был, да? И Лужков у нее был. Все верно. И она совершенно не сотворила себе кумира, что называется. Была такая самобытная, такая настоящая, правильная. Теперь нам нужно сделать небольшие заготовки для будущих сульчин. Для этого тесто вытягивали и сделали всегда на руках. Бабушка, например, никогда не говорила делать это на столе. Считалось, что как бы все нужно в теплоте своих рук делать. Блинчики. Всегда прикладывали, ну и получали такую заготовочку. А, шарик, не блинчик? Да, шарик сначала. Блинчики мы потом будем катать. С помощью скалки. Это вообще очень полезное. Конечно. Это вообще хлебцы. Если мы сегодня идем в магазины, то можно не покупать хлебцы, а просто сделать такие заготовки и вот вам уже они будут. И затем в руке вот так сильно-сильно прокрутить. Скалка должна быть похожа на вертяно. Да. И чем тоньше, тем лучше. У многих сохранились от бабушек еще они еще тоньше, чем эти скалки. Но сегодня, к сожалению, в магазинах уже такие не найти, поэтому можно только заказать известным плотникам, да, или реставраторам. Ну и вообще важно катать тесто так, чтобы оно крутилось под скалочкой. И делаем так, что чем тоньше, тем лучше. Мы с вами просто берем и на просвет смотрим. Должен просвечивать. Поэтому до такой поры учили всегда нас, чтобы мы пришли, да, и в чужой семье, в семье мужа могли показать то, что умеем. Прекрасно. Главное, чтобы он был тоненький. То же самое можете взять. Спасайте, Аня. Жуть какая-то, корявая. Я тут нашел пока инструкцию. Да. Все верно. Про калитки и про сканцы. Да. Сульчина. Сульчинат. Это их много. Один это сульчина, много сульчинат. Ну здесь рецепт, вы быстро вот прочли. Вот. Значит, мне понравилось, что я только что вычислил, что глагол скать, очень древний, означает делать что-то таким очень тонким. От него происходит слово скатерть. Значит, скалка это тоже, наверное. Да, конечно. Век живи, век живи. А вот сканцы. Ну и что, теперь нам нужно... Запомни, будешь всем рассказывать. И просто его размещаем на нашем непосредственно, да, на нашей сковороде. Все делаем руками. Переворачиваем. Порядка десяти переворотов достаточно для того, чтобы сделать один сульчин. Смазку. И смазываем быстренько, да, его. С одной и с другой стороны. Ну и то же самое делали со всеми другими блинами. И мы, как видим, он уже темнеет. Это масло топливное? Это обычное, да, сливочное масло, которое, конечно же, было всегда. Вот интересно, какова себестоимость десяти таких блинчиков и этих хлебцин? Ну вот, просто продаются там в супермаркетах, рожаные хлебцы какие-то немецкие. Правильно, вот именно они и есть. Они стоят около 200 рублей, несколько этих самых. Теперь вы знаете, как их сделать за ноль. Ребята, вы все поняли? Смотри, вот мы приготовили сколько там этих блинов, и еще осталось, ну на сколько вот это еще? Еще на 20 так штук точно. Понимаете, и себестоимость страшно быстро стремится к нулю. Так, прошу, с горшочком вторым надо заходить. Ай, горячая. Здесь у нас каша. Обычная, пшенная, любимая многими каша, сваренная в печи, конечно же. Кладем ее на наш блин. Можно где-то на кончик, потому что надо свернуть трубочкой. И пробуем скрутить. Скручивается. Ломается немного. Прекрасно. Все. Вот он готов. Профессионально сделайте, а то люди не любят, когда колчарухие в кадре. Да? Каши-то положили уж целую ложку на такой блин. Так и достаточно. Клали всегда на кончик, а дальше брали кусочек блина и делали вообще абсолютную тишину, чтобы услышать, есть ли треск или нет треска. В этом тоже есть изиминка этого блюда. Так. Ну вот он спокойно завернулся, поэтому все правильно сделали. Это значит, что было очень хорошо замешано тесто. Тем самым делились именно с ульчинами с пожеланием всего доброго. Делиться вообще, это была традиция с блинами. Конечно. Мы уже рассказывали, а вы знаете почему выражение первых блин комом? Почему? Он не комом, а комом. Первоначально комы. Делили, да. Медведи, например. Первый блин комом, второй соседу, а третий себе. То есть это традиция деления блинами, она была совершенно... Илья, поделиться с тобой блином? Горячий? Блин. Сульчин. Сульчин. Ломаю его. Да. И делюсь? С соседом, которому, да, вижу по другой части стола. Смотри. Ломаешь пополам. Так. Половину отдаешь. Ага. Кому? Аня? Сам уже ешь. Ты сосед напротив. Да. Тот, кто сидел вообще напротив стола именно, да. Считалось вот угостить надо тому, кто сегодня сидит напротив тебя. Ну как? О, огонь. На самом деле это блюдо, мало где его делают. Поэтому, когда я думаю о том, в чем будет лить, то, конечно же, предлагаю сульчины, а не калитки. Преображенская церковь, Покровская церковь, Колокольня. Вот это тот самый погост знаменитый, Кишский, который... То, что вот он входит в наследие ЮНЕСКО, это вообще ни о чем. Какое там ЮНЕСКО по сравнению с этой красотой? Легенд миллион семьсот две тысячи про то, как это все возводилось. Естественно, самое традиционное, что плотник Нестор, который срубил эту церковь без единого гвоздя, посмотрел на нее, сказал, красивее не было и не будет или как-то еще, но никто все равно не слышал, как он сказал. Краши не было, неважно. Потом он развернулся и бросил топор вот туда, куда добросил. В Онежское озеро. Потому что лучше он уже не срубит. В то время, как специалисты и историки говорят, что в то время топор стоил таких денег, что, естественно, он это сказав, на следующий день нырял и искал его, чтобы продолжить с ним работать. Хорошая мне нравится история, когда Петр Первый приплыл сюда и увидел, что заготовлены бревна. Он спросил у крестьян. Естественно, крестьяне его не узнали. Он говорит, а что здесь вы хотите делать? Он говорит, мы будем церковь здесь возводить. Петр Первый тут же своей тростью на песочке. А вот я сейчас смотрю, нереально на этом нарисовать. Ничего же не изменилось. Ну, нельзя на этих камнях нарисовать модель этой церкви. Но, тем не менее, видно, он прокапывал сквозь камень своей тростью, нарисовал схему этой церкви. И они сказали, батюшки, боже мой, Петр Первый. И сразу же по этому макету они ее и построили. Значит, это все байки. На самом деле, это уникальное, действительно, сооружение, основанное на трех восьмеряках и венчаемое двадцатью двумя главками. Вот этими осиновыми куполочками и куполами. Они поразительной красоты, крыты осиновой черепицей, лемехом. Это называется русская черепица, которая становится совершенно со временем. Вот как раз мы видим восстановленную и старые части. Вот старая часть, она серебряного цвета. Это, естественно, от влаги, постепенно истончаясь, осиновый лемех становится вот таким вот блестящим и искрящимся. Нам повезло, что вон мастер делает эти лемехи, рубит, как их рубили в старину, вот из осиновых этих бревнышек. Вообще, конечно, еще и легенды про то, что церковь это срублено без единого гвоздя. Но это не для экзотики было сделано, потому что килограмм гвоздей можно было купить корову. Поэтому старались заменять их деревянными такими клинышками, которые скрепляли эти все лемехи и так далее. Сейчас, кстати, когда церковь реставрировали, это просто зритель увидеть не может, но это внутренняя шутка реставраторов. Там наверху забит вот такой вот гвоздь, и под ним написано «Единый гвоздь». Вот без единого газа строили, а реставраторы единый гвоздь туда все-таки вколотили. Я это окиню, просто чтобы вы посмотрели на эту красоту. Можно, конечно, что называется, убавьте звук ваших телевизоров и посмотрите на величайшее, вот абсолютно без преувеличения, величайшее творение русского зодчества. Самый, на мой взгляд, красивый храм, который я видел на этой земле. Говорить про него можно долго, но лучше уже хватит. Говорить, пусть играет музычка, ходят тучи, плывут метеоры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пошли внутрь. Так, это сейчас мы будем. Где еда-то? Что еда? Смотри, уха из карельской березы, рыбы ее нету. Свекольник Илья хотел, котлета по-домашнему. Ты что там? Мясо по кишке. Котлету по-домашнему, чтобы все перепробовать. Что пьем-то? Иван-чай? Да. Вот, когда я сделал, был в предыдущий раз, ничего в помине здесь не было. Какие-то два жутких ларька, а сейчас это просто такой уже. Иван-чай 100 рублей. Девушка, нам надо еда. Еда нам нужна. Все, сколько с нас? Секундочку. Сметана к свекольнику нужна будет? Дорого? Будем ему брать сметану? Скажем, что не было. Не было. Это Илья заказал. Не надо сметану. А, нам нужно. Ну, это не нам, это Илья, оператору. Да? Ну, ладно. Тогда все. Вот наш обед. Значит, это Илья Свекольник со сметаной. Очень дорогая сметана. Мы тебе купили сметану, Илья. Значит, Сашке открытое вот мясо по-кишски, а мне котлеты домашние с пюре и Иван-чай. Все стоит 1200, да? Роскошный, современный комплекс питательно-сувенирный, развлекательный. Развлекательный, потому что вот с какого перепута здесь стоит модель Ford T старинный, который выпускался, самая массовая в мире машина, он, по-моему, с 907 по лет 30 выпускался. Его звали еще «Железные листья». Вот он здесь стоит на кижах. Я понимаю, стояла бы лодка. Я понимаю, стояла бы прялка. Но почему здесь Ford, редкий, раритетный Ford Model T, это загадка. Вот если вы приедете, вы, пожалуйста, узнайте отгадку на эту загадку, потому что я должен есть котлетку. Все. Я ее попробую сейчас. Ты же не Илья, ты не выключишь до этого. Ну, наверное, у тебя мясо будет очень хорошее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.